С нами на связи Валерий Ковалевский, белорусский оппозиционный политик, руководитель агентства евроатлантического сотрудничества. Приветствуем вас, рады видеть в эфире. Добрый день, спасибо за приглашение. Рады видеть. Скажите, а как вам в целом вот та суета, которую, как мы понимаем, сейчас разводит Лукашенко в преддверии так называемых выборов? Ну, видно, что Лукашенко подходит к этому достаточно серьезно. Он не рискует, не полагается на какую-то инерцию и то, что якобы он полностью контролирует ситуацию. Есть признаки того, что он нервничает, и я думаю, что они совершенно обоснованы, поскольку белорусское общество ни в коем случае не готово перевернуть страницу и согласиться на его правление, как на законное. Конечно, он может навязывать свою волю, но только и исключительно силой. Нет никаких признаков общественного диалога, нет принятия его широкими массами белорусов, точно так же, как белорусы, которые оказались не по своей воле за рубежом, отказываются его признавать как легитимного руководителя страны. Более того, страны Запада, которые крайне важны для перспектив развития Беларуси в экономической и социальной сфере, также не готовы признавать эти выборы. Нет никаких признаков, что эти выборы будут демократическими, свободными. Скорее всего, все пройдет по тем же самым лекалам, что это было и раньше. Скажите, насколько правильно проводить параллели того, что происходит сейчас с выборами так называемыми в Беларуси и в Российской Федерации? Или вот только с нюансами, но в принципе одно и то же? Я думаю, что происходящее в Российской Федерации в определенном смысле влияет, а в некоторых моментах и значительно влияет на происходящее в Беларуси. И здесь я бы хотел привлечь внимание к ситуации в Курске. То, что уже более двух месяцев украинские военные контролируют значительную часть территории Российской Федерации. Эта ситуация показала, что Путин не способен эффективно и быстро разрешать подобные кризисы даже на своей территории. В 2020 году именно вмешательство Путина, его заверение в политической поддержке, финансовой помощи и готовности послать Росгвардию для подавления протеста в Беларуси оказали именно то самое необходимое влияние, помогли Лукашенко удержать власть. Так вот, в 2024 году нет признаков того, что Путин готов справляться с подобными кризисами даже на своей территории. И поэтому это оставляет Лукашенко с вопросом, с сомнениями, способен ли будет Путин помочь ему в случае, если подобные протесты или кризис подобного рода повторится в Беларуси уже вокруг президентских выборов 2025 года. Валерий, а вы ожидаете, что возможен подобный процесс, который проходил в августе 2020? На сегодняшний день, конечно, сложно ожидать того, что беларусы выйдут на улицы. Все-таки тоталитарный контроль над обществом силовиков, это подавление любого инакомыслия, уничтожение гражданского общества, независимых медиа. Они не оставляют таких надежд на сегодняшний день. Но я напомню, что в 2020 году, буквально там за несколько месяцев, даже за несколько недель до дня голосования 9 августа, у беларусов также не было такого понимания, что будут протесты, что будет такая энергия и что люди настолько долго будут настаивать на том, что нам нужны новые выборы. Поэтому ничего исключать нельзя, хотя понимаем, что сейчас крайне опасно не то, что протестовать, даже просто высказать свое мнение или читать независимые медиа. Ну, смотрите, тут, Оля, у меня всегда возникает один вопрос. Да, вот сейчас я его задам, но для этого, да, давайте мы отметим, что массовые политические репрессии Беларуси продолжаются с 2020 года. Хотя, ребят, я думаю, что это задолго до 2020 года, я думаю, что, в принципе, вся каденция, так называемая Лукашенко, она и сопровождалась репрессиями. Сколько там? С 94-го, по-моему, да? Да, абсолютно. И вот с 2020 года Лукашенко в 2020 году проиграл президентские выборы оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, но отказался передать власть. Только к октябрю прошлого года в стране было возбуждено более 16 тысяч уголовных дел так называемой экстремистской направленности. По данным представителя объединенного переходного кабинета Павла Латушка, с 2020 года репрессии затронули 136 тысяч жителей государства, а несколько сотен тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну. И вот, Валерий, скажите мне, пожалуйста, вот когда мы общаемся и с представителями российской оппозиции, меня всегда и постоянно интересует один вопрос. Я понимаю фальсификации, я понимаю репрессионный аппарат, я понимаю вот этот каток, который давит всех, кто не согласен. Но, но, если явка, если люди, если приходят и голосуют против, можно такое представить в сегодняшней Беларуси? Крайне сложно представить себе, что эти голоса будут подсчитаны правильно. Если мы вспомним предыдущие кампании подобного рода, то режим все больше полагался на досрочное голосование, поскольку оно было совершенно бесконтрольно и можно было легко поменять бюллетени в урнах, которые были туда вброшены до дня самого голосования, где более-менее какое-то наблюдение еще можно было обеспечить. Но даже и эти бюллетени просто невозможно проконтролировать, как они считаются, как они распределяются в зависимости от голосов, поданных за кандидатов. Поэтому в данном случае Лукашенко абсолютно верен себе. Он ни в коем случае не рискует ни на одном из этапов, ни то, что касается условий для проведения выборов, ни тех кандидатов, которые допускаются до участия, ни освещения в медиа, ни наблюдения за этими выборами. Но здесь, тем не менее, Лукашенко не сдается. Видно, что он пытается воздействовать на общественное мнение в Беларуси. Есть определенные и технологические кампании, как то марафон за национальное единство в Беларуси, который будет тянуться аж до предполагаемой даты голосования. Есть и примеры того, что дипломатия Лукашенко направляет своих эмиссаров в страны Запада для того, чтобы вести переговоры, чтобы каким-то образом повлиять на вот эту довольно последовательную позицию стран Запада о непризнании Лукашенко. Поскольку Лукашенко понимает, его власть будет оставаться очень и очень зыбкой, очень неустойчивой, если не будет внутреннего признания и не будет внешнего признания. Поэтому для него сохраняется эта дилемма, крайне неуютная ситуация, в которой он даже после выборов 2025 года может оказаться в ситуации, где и белорусы отказываются его признавать, и глухо ропщут, и международное сообщество отказывается с ним поддерживать нормальные контакты. Валерий, а мы можем сейчас как-то посчитать, сколько человек за или против? Ну, я понимаю, сложно, да, но есть ли какие-то объективные, возможно, не совсем данные, которые бы нам говорили о том, действительно сколько граждан Республики Беларусь готовы поддержать действующего диктатора? Всегда электорат Лукашенко составлял примерно треть от белорусов. То есть это то, на что ему можно было бы всегда рассчитывать, то, что вот эта вот прослойка населения его поддержит. Остальные это на сегодняшний день невозможно предсказать. Я думаю, что есть определенный откат в обратную сторону. Валерий, извиняюсь, треть не 85-87, да, как рисовали в 20-м. Не, ну, просто вот для понимания. Да, чтобы, ну, знаете, это как сейчас говорить о возможных, перспективных, будущих результатах выборов в парламент Грузии. Да, когда приглашают и всех призывают приходить, обеспечивая явку. Поскольку большая явка, меньше вариаций, что твой голос украдут. Ну, в Беларуси это с точностью наоборот. Чем больше явка, тем выше будет процент голосов, поданных за Лукашенко. Объясните. Вне зависимости от того, как голосовали люди, это все будут фальсификации. И на этапе досрочного голосования, и в день голосования. Если вы видели, каким образом ведется подсчет голосов на участках в день голосования, то у наблюдателя нет никаких возможностей для того, чтобы даже видеть, как распределяются бюллетени. Члены комиссии просто разворачиваются. Валерий, ну скажите, подождите, ну, сколько в целом, да, вот, какая явка была в прошлом? Ну, на предыдущих выборах. Сколько, сколько людей? Ну, много было, много, как я понимаю. Достаточно высокая явка была, это было значительно больше 70%, если я не ошибаюсь. Ну, вот смотрите, никто не идет и все сидят дома. Ну, проще просто взять вот и на бюллетене, на бумажечке поставить «за». А когда все придут и поставят «против», ну, наверное, будет сложнее как-то фальсифицировать. Или, ну, просто я хочу вас понять, что, наоборот, чем больше людей, тем проще будет Лукашенко представлять себя легитимным. Я думаю, что в 25-м году тактика будет именно такой, чтобы людей гнать на эти выборы. Чтобы показывать энтузиазм, чтобы показывать якобы энтузиазм, чтобы показывать, что люди хотят голосовать. Желание, да? Да, эти цифры потом, сфальсифицированные цифры потом лягут в тезисы для бесед с международным сообществом, для того, чтобы доказывать, что Лукашенко восстановил свою легитимность в глазах белорусского народа, и поэтому его нужно признавать во что бы то ни стало. Но, опять же, явка ни в коем случае не связана с самими результатами голосования. Явка будет, я думаю, завышена, и это всегда была тактикой режима показать, что очень много белорусов проголосовало, особенно в дни досрочного голосования, то есть достигало 40% от всех зарегистрированных для голосования. Но то, что выходит по итогу, мы никогда так и не узнаем. То, что было даже в 2020 году, все эти бюллетени были практически немедленно уничтожены, после того, как Лукашенко уже принял присягу так называемого президента. Но установить эту истину будет просто невозможно. То, что касается 2020 года или предыдущих кампаний по голосованию. Ну, давайте далее поговорим о том, как готовится режим Александра Лукашенко к так называемому волеизъявлению. Ну, по сути, режим Лукашенко поставил силовиком задачу профильтровать всех, кто может протестовать перед так называемыми президентскими выборами в Белоруссии. В регионах уже составили списки тех, кто подлежит превентивным обыскам и задержаниям, сообщает издание «Наша Нива», ссылаясь на несколько осведомленных источников. По их данным, всего подготовлено два списка. Фиксируем. В первый перечень входят те, кто ранее был осужден по административным или уголовным статьям. А во второй включены люди, которых власти считают потенциально нелояльными и политически активными, хотя они ранее не привлекались к ответственности. Визиты к людям из первого списка якобы начнутся еще осенью, но наиболее интенсивные репрессии запланированы на декабрь-январь, чтобы белорусы боялись проводить акции перед выборами. Задача силовиков, чтобы выборы прошли без малейших инцидентов. То есть, чтобы никто даже не пытался вывесить протестные листовки, потребовать прозрачного подсчета голосов или публично выступить против кандидатуры Александра Лукашенко. Перед выборами должна состояться отработка предприятий, демонстративная проверка телефонов и задержание на рабочих местах. Список таких учреждений и заводов уже определен. Из статьи издания «Наша Нива». Валерий, а скажите, а насколько эффективен, в принципе, вот такой подход? Ну, если это делают, значит, чего-то боятся. Да, когда мы говорим, ну, в частности, там, о России, и, как мы понимаем, скорее всего, большинство людей готовы поддержать Владимира Путина в его имперских планах, то с Белоруссией, по-моему, вот не тот вариант абсолютно. Да, совершенно верно. Это, прежде всего, признак неуверенности Лукашенко в том, что действительно его приняли, действительно его поддерживают, как это транслирует пропаганда на постоянной основе. Это, конечно, эти действия, это просто поддержание атмосферы страха. Но это также и определенная инерция того, что на сегодняшний день силовой аппарат уже перешел в этот постоянный режим репрессий. Это уже стало частью системы, частью ДНК самого режима не останавливаться, продолжать репрессии, поскольку это может в том числе ввести в смущение и элиты вокруг Лукашенко, и тем более силовой аппарат, которые уже привыкли к тому, что это их роль, она у них получается, она им недорого стоит, поскольку это не сражаться с преступностью, с реальными преступниками или распутывать сложные преступления. Все очень просто. Эти люди живут в соседних домах, в соседних квартирах, к ним можно всегда прийти, они безоружны, их можно арестовать, их можно унижать, ну и дальше пускать по всей этой нелюдской системе. Поэтому для режима на сегодняшний день это просто образ жизни, по-другому они не могут. Хотя в то же время мы наблюдаем процесс освобождения политических заключенных. С июля месяца до сегодняшнего дня было освобождено 115 человек из 1380 примерно, которые признаны политическими заключенными. И в определенном смысле это тоже попытка ответить на, скажем, несогласие белорусского общества с тем, что есть политические заключенные вообще. Порядка 80-85% белорусов выступают за то, чтобы эти люди не находились в тюрьмах. То есть это затрагивает даже корневой электорат Лукашенко, который всегда его поддерживает. Тем не менее эти люди считают, что все-таки политические заключенные невиновны, они не должны находиться в тюрьмах. И это освобождение, это в том числе попытка воздействовать, манипулировать общественным мнением, что Лукашенко гуманный, что он хотел бы того, чтобы эти люди оказались на свободе, особенно те, кто проходит по гуманитарным спискам, то есть у которых очень тяжелые заболевания, и которым срочно нужна медицинская помощь. Такая же цель преследуется и в контактах с международным сообществом. Как только пошли освобождения политических заключенных, пошли и сигналы от режима о том, что нужно снимать санкции, нужно признавать Лукашенко, нужны прямые контакты со странами Запада для того, чтобы, скажем так, перевернуть эту страницу в истории Беларуси. Валерий, знаете, я вот так поставлю вопрос. Если мы говорим о легитимности, да, вот этой дефиниции, вот это определение, насколько легитимность Лукашенко сейчас зависит от Российской Федерации, и нужна ли ему легитимность, знаете, как бы как признание со стороны стран Запада? Легитимность Лукашенко, его нахождение у власти, его контроль за всей страной напрямую зависит от воли Кремля. Так было уже очень давно. Этот контракт с Кремлем был заключен достаточно давно, но после 2020 года он стал особенно очевидным. Опять же, возвращаясь к событиям августа-сентября, когда Путин предложил свою помощь и убедил Лукашенко и элиты вокруг него, что он не один и что он может выжить. На сегодняшний день те процессы так называемой интеграции между Россией и Беларусью значительно ускорились, и в этом смысле Россия все-таки выставила свой счет за такую поддержку, вплоть до того, что Беларусь стала уже инструментом в руках Кремля для того, чтобы способствовать этим внешнеполитическим авантюрам и преступлениям от миграционного кризиса до размещения ядерного оружия и агрессии, соагрессии против Украины. Но Лукашенко понимает, что сложившаяся ситуация угрожает его властью, а для него это абсолютный приоритет оставаться у власти, и ему нужно срочно находить какой-то балансир для того, чтобы не позволять России продвигаться слишком далеко в своих устремлениях поглотить Беларусь. Именно поэтому признание со стороны Запада будет для Лукашенко важным. Не сказать, чтобы критически важным, но тем не менее он будет добиваться этого. Боже Валерий, знаете, вот мы сейчас с вами зацепили очень многие вопросы. К сожалению, у нас не хватит времени. Я хотел бы с удовольствием с вами продолжить, но давайте я на двух, наверное, вопросах сконцентрируюсь. А скажите, насколько результаты зависят от поддержки Путиным Лукашенко? Результаты выборов? Да. Я думаю, что результаты будут определяться в администрации Лукашенко. И это будут цифры, которые абсолютно не связаны никаким образом с реальностью. Не Путина, Валерий. Когда мы смотрели на так называемый единый день голосования в Российской Федерации, да, там очень мало людей писали себе цифры, которые выше, чем у Путина. Да, у него было, по-моему, 85 с половиной или 87 с половиной. Интересно, Лукашенко себе 90 припишет или нет? Я думаю, что он не постесняется написать себе такую... Прекрасно. Да, чтобы приблизиться к своему старшему брату, хотя он и его младше. Но, тем не менее, для него все-таки важно оставаться на примерно таком же уровне. То есть они соревнуются в этой своей легитимности, которая, конечно же, не настоящая, неподлинная. Но им нравится показывать друг другу, что поддержка очень уверенная и не уступает таким же лидерам в регионе. Валерий, рассказывать, что у меня больше, да? Примерно так, да. Да, и напоследок уже, наверное, последний вопрос, хотя, к сожалению, да, к сожалению, последний, но все же. Скажите, что делает оппозиция Белоруссии в экзиле, как мы понимаем, да? Потому что, ну, очень сложно представить себе оппозицию в середине страны, где репрессии, где административный силовой аппарат просто уничтожает, да, абсолютно там любые какие-то поползновения, которые не вписываются в такую политическую, государственную, режимную конву. Что делает оппозиция Белоруссии в экзиле для того, чтобы, ну, скажем так, снивелировать, да, тот результат и тот режим, который строит, да, тот же Лукашенко? Ну, действительно, тут ситуация крайне затруднительная для действий политических сил, для действий оппозиции. Вы уже упоминали уголовное дело против разработчика платформы 25. Это один из таких инструментов давления, обесточивания, пессимизации людей для того, чтобы они не участвовали активно в этом процессе. Понятное дело, что невозможно участвовать в этом напрямую. То есть кандидаты, вероятные кандидаты в таких выборах, они находятся или в тюрьмах, ну, белорусских, или находятся за рубежом. И их приезд в Беларусь на сегодняшний день закончился бы уголовным делом и посадкой в тюрьму немедленно просто. Поэтому приходится полагаться, насколько я понимаю, из тех сообщений, которые приходят от демократических сил, приходится полагаться на, в первую очередь, коммуникационной кампании, для того, чтобы разъяснять нелегитимность Лукашенко. Это также работа с международным сообществом, для того, чтобы не допустить вот этих попыток реализации планов Лукашенко о его признании в той или иной степени. А наверняка это будет одной из стратегий, то есть добиться смягчения этой политики непризнания со стороны стран Запада, США, Европейского Союза в первую очередь. Поэтому приходится работать дистанционно, и это, конечно, снижает эффективность, это и сужает инструментарий, которым можно пользоваться для того, чтобы воздействовать на ситуацию в Беларуси во время выборов. Конечно, по-хорошему, это должен был бы быть сценарий такого подрыва выборов, то есть срыва сценария переизбрания, так называемого переизбрания Лукашенко, но, тем не менее, приходится действовать в этих достаточно ограниченных условиях. Валерий, давайте так, напоследок, напоследок. Могу я вас попросить сейчас обратиться к тем людям, которые до сих пор остаются, по сути, в заложниках белорусского режима на территории Республики Беларусь, обратиться к ним по-белорусски, в преддверии того, что сейчас происходит. Потому что мы поймем, по сути, как украинский канал. И, скажем так, россияне, возможно, нет, но именно люди, которые понимают белорусский, які разумеют украинскую мову, они абсолютно поймут и ваше обращение. Было бы очень хорошо, чтобы вы это сделали. Если возможно, конечно. Дякую за такую махчимость. Паважанная белорусский и белорусы, саправды Беларусь знову подыходзеть до такой важной рисы у нашей политической истории. Новая президентская кампания, якая, конечно, не может разглядаться, як демократичная, як вольная, бо многие из наших лидеров знаходятся у турмах, у вязницах, іншые люди, які спрычынясь до 20-го года, знаходятся зараз за мяжой. Их это сотни и сотни тысяч наших родных, наших сябров, наших близких. И выглядит так, что ситуация саправды вельми пессимистичная, что режим жорсткий, что он контролюет ситуацию. Але мы памятаем, мы мусим памятать про то, что на самом рэч режим Лукашенки незаконный, он нелегитимный, он не служит национальным интересам Беларуси, не служит своему народу. Мы гэта бачим по тем, як выбудовывая относины Лукашенка с Путином, як он ему кланяться у коленей, прямая самая неадназначная, суперечливая орданы з ягу рук. Тому треба верыць у свое, у беларуская, у незалежную, демократичную, вольную будучуню нашей краины, якая приналежит до европейской семьи. И гэта той стратегичный накерунок, по яким мы все повинны імкнуться. Тому не здаємся, заховуєм себе, потримуєм один одного. Живе Беларусь! Валерий, це прекрасний і чудовий слово. Дякую вам! Живе Беларусь! Слава Україні! Героям слава! Спасибо вам большое за то, что присоединились, і всегда вам рады. Я надеюсь, что выбор беларуского народа со временем он действительно будет определять, именно выбор беларуского народа будет определять, как эта страна будет двигаться дальше. Спасибо вам большое за разговор, благодарю. Валерий Ковалевский, беларуский оппозиционный политик, руководитель агентства евроатлантического сотрудничества был с нами на прямой связи. В телеграм-канале Фридом только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь!